Зачем сейчас нужно репрессировать обратно тех, кто был реабилитирован? Какой в этом смысл? Мне кажется, этот весь процесс называется, процесс, я бы назвала его именем Юрия Дмитриева, что правильно, товарищ Сталин, вас репрессировал, правильно, и нечего тут могилы выкапывать, все верно, все правильно, мемориал, нафиг из страны, да, не надо ничего, здания отберем, всех посадим, Сандармох, вот, пожалуйста, вот сидите в тюрьме за педофилию, раз Сандармох, раз вы упорствуете, не понимаете, что надо было уехать сразу с самого начала, тогда будем по-другому. Это, в общем, реабилитация сталинизма, реабилитация НКВД, реабилитация ГУЛАГа, вот этого всего. Жутко и страшно, если честно, от всего происходящего, и от того, что могут раскрыться какие-то новые подробности теракта в Беслане, и уж тем более от вот этого переделывания памяти, совершенно непонятного, да и, в общем-то, от новых дел, если честно, тоже страшно. Тут суд в Москве приговорил двоих студентов к пяти и пятим с половиной годам колонии за то, что якобы их дети с улицы увидели голыми в квартире. Спустя год после начала следствия провели, наконец-то, следственный эксперимент, выяснили, что дети не могли их с площадки увидеть, и они начали просто повторять вслед за каким-то мальчиком с особенно активной матерью. В общем, никаких доказательств, никаких подтверждений тому, что действительно эти молодые люди совращали из окна детей, разумеется, нет, но они получили реальные сроки, и здесь такой вопрос, а почему вот в таких ситуациях, не политических, в общем-то, это же не какие-то активисты, это не оппозиционные дети, это просто два студента, почему в таких ситуациях силовые структуры, суд и все остальные не сдают назад? Потому что это политическая ситуация. Всё, что связано с производством пушечного мяса, а здесь это напрямую, да, это, конечно, политическое дело. Пропаганда ЛГБТ, феминизм, аборты, это всё уменьшает потенциальное число, постоянное количество нового пушечного мяса в стране. Женщина должна рожать, лучше в инстилуте, можно в школе, это ничего. Образование не нужно. Мужик должен осеменить, пойти на войну, погибнуть. Всё, дальше ждём 2-го, 3-го, 5-го. Модельский капитал. А два даже потенциально находящихся в одной квартире юноши, то, что раньше называлось, могло называться дружбой, например. Вот вместо того, чтобы баб себе найти, они вот там вдвоём, ну мы же в шахматы играли, а надо было не в шахматы играть, а баб себе искать. Политическое дело. Но это же ужасно. Это же абсолютнейший абсурд и бред. Да, это ужасно. Конечно. Конечно, преследование феминисток, слушайте. Просто как будто бы ощущается некоторая разница между людьми, отстаивающими свою позицию и за это расплачивающимися своей свободой или там какой-то своей репутацией в глазах широкой российской общественности, имеют различные статусы на агентство нежелательных. И людьми, которые не имеют к этому всему вообще никакого отношения, они просто подвернулись под руку. Просто какая-то бешеная мамаша решила написать на них заяву. Ну просто точно такая же бешеная мамаша, я напомню, написала заяву на педиатра Надежду Буянову. У нас сейчас минус один хороший педиатр, как минимум один минус хороший педиатр в стране. И я напомню, Надежда Буянова сидит. Она сидит. Сидит в тюрьме. И не факт, что она сказала или не сказала мальчику или мамашу. Неважно, мы все это знаем со слов мамаши. И сколько таких случаев? Сколько мы их не знаем, таких случаев? Сколько мы... У нас 1300 уже больше политзаключенных. Сколько случаев у нас на слуху? Я думаю, максимум сотни. Есть база ОВД-инфо. Причем я рассказываю про базу ОВД-инфо. Она самая большая. База мемориала называет политзаключенными. Так принято у нас. То есть это нигде не зафиксировано на бумаге. Так принято считать. Что база мемориала. Но база мемориала, она так долго очень обновляется, поскольку они проверяют действительно все дела. Ну и сколько там случаев абсурдных? Сколько там случаев... Кстати говоря, я не уверена, что там есть, например, какой-нибудь Игорь Деткин. Я напомню, что Навальный считал его политзаключенным. А мемориал, по-моему, его не считает политзаключенным. ОВД не знаю. Мемориал не считает политзаключенным. Я тоже не считаю политзаключенным. Кстати, я тоже не знаю, ОВД-инфо считает или нет. Я думаю, что нет, так кажется. Но вообще, вот так вот общаясь все время... Вы знаете, война нас сплотила. Война точно совершенно сплотила. Мы работаем все теснее и теснее. И с нежелательными организациями, и с запрещенными организациями, и с ОВД-инфо, и с мемориалом, и с фондом защиты прав заключенных, и с общественным вердиктом. Ну, со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. И, конечно, обмениваемся случаями. И, слушайте, у всех, если поговорить с правозащитниками, ну, понятно, что это очень тяжело нести информацию людям, потому что, ну, во-первых, люди не очень любят слушать про политзаключенных, чем с этого. То есть, да, все поддерживают, все нормально, все поддерживают, да-да-да. Просто проматывают, просто проматывают. Потому что, насколько можно, в случае-то, в общем, все, они, кажется, все чудовищные, но они такие, они все одинаково чудовищные. И голова и сердце отказываются это фиксировать у обычных людей, да? Да? И не факт, не факт, что кто-нибудь не напишет донос на эту мамашу, которая написала донос сейчас на двух парней, которые получили 5 и 5,5 лет. Не факт, что не найдется никто, кто не напишет донос, на эту женщину, которая пожаловалась Надежду Буянову. Далеко не факт. Я думаю, что бумеранг существует. У нас, получается, нет какого-то четкого законодательства, объясняющего, что можно делать, а что нельзя. Законодательство есть, но оно ничего не объясняет. Как понять обычному человеку, что ему можно, а что нельзя? Вот по квартире голым ходить можно или нельзя? Подругу взять за руку можно или нельзя? Нравственный закон, он 13. Ну, нет, слушайте, конечно, можно ходить голым по квартире. Более того, мальчик имеет право любить мальчика, даже двух. А девочка имеет право любить девочку и котика. Да, ну, безусловно, да. Да, безусловно, да. Но, что называется, смотрите, в какой стране вы живете. Зависит от места жительства. Вот я говорю конкретно про вот эту страну, место жительства, про Российскую Федерацию и ее законы. Просто как раз у нас в чате писали, что существуют некие новые красные линии, а вот где они пролегают, никто не понимает. Они пролегают там, где они пролегают сегодня, завтра они смещаются. Вы никогда не узнаете, какая красная линия пролегла сейчас, я не знаю, около вас. Как вы хотите, да. Мы же с вами знаем десятки, десятки уголовных дел, когда люди называли войну войной. И при этом есть преследок президента Дмитрия Пескова, который тоже называет войну войной, а его не сажают. Ну что, ну, мы маленькие, что ли, что ли, мы не понимаем разницу. Понимаем мы разницу, конечно, понимаем. А где красные линии, что можно вам, что вам нельзя, а что можно Пескову, что Пескову нельзя. Кажется, это понимает как-то, как это говорится у чиновников, не по чину брал. Да, вот они знают, сколько каждому нужно брать, чтобы не обидеться начальника или там параллельного чиновника и так далее. Они меряют свои шапки по своей сеньке. То же самое и здесь. Измеряйте свою красную линию. Если вы начальник побольше, может быть, вам можно одному ходить по квартире голым. А если вы Дмитрий Песков, может быть, вам даже вдвоем можно ходить по квартире голым. А если вы иностранный агент, лучше как-то, лучше смирить на рубашке ходить. Одному по квартире. Надежки.